Психологическая помощь. Тема «Как простить предательство друга». Простить предательство может быть одним из самых сложных испытаний, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Особенно трудно бывает простить предательство со стороны близкого друга или подруги, на которого, которому полностью полагались и доверяли. И что делать, если вы все-таки хотите преодолеть эту боль и вернуть отношения на прежние рельсы? Почему важно прощать? Простить предательство друга, подруги важно для нашего здоровья и благополучия. Но вот как это сделать? Прощение – это процесс, который помогает нам освободиться от обиды и гнева, который мы испытываем из-за предательства друга, подруги. И когда мы не можем простить, эти эмоции могут стать болезненными и привести к физическим или психическим проблемам. Например, постоянный стресс может вызвать бессонницу, повышенное давление, а также ухудшить наше настроение и самочувствие. Стоит ли прощать предательство друга, подруги? Прощение может помочь нам сохранить важные отношения в жизни. Если мы не умеем прощать людей за ошибки или предательство, то мы рискуем потерять человека, который может быть очень значим для нас. Прощение поможет сохранить дружбу и позволит двигаться дальше. Наконец, простить друга, подругу за предательство также значит проявлять сострадание к себе. Мы должны понимать, что каждый человек может сделать ошибку и что у нас есть способность выбирать свою реакцию на события жизни. Прощение позволяет нам освободиться от обиды и начать двигаться вперед, стремясь к лучшей версии себя. В целом, простить предательство друга, подруге может быть трудно, но это и очень важный шаг для нашего здоровья и благополучия. Шаг первый. Принять свои эмоции и проявить эмпатию к себе. Переживание предательства со стороны друга, подруги может вызвать множество эмоций, таких как гнев, боль, обиду, даже чувство безысходности. Однако первый шаг на пути к простителю – это принять свои эмоции и проявить эмпатию к себе. Важно не подавлять свои чувства, а выразить их. Разговаривайте о своих переживаниях с близким человеком или напишите все, что вас тревожит в дневнике. Позвольте себе почувствовать грусть или злость, но не застревайте в них надолго. Также важно поставить себя на место друга, подруги, который предал вас. Скорее всего, у него или у нее были свои причины для такого поступка. Это не оправдывает его, ее действия, но помогает понять, что каждый человек делает ошибки. Помните, прощение начинается с того, чтобы быть любящим и заботливым к самому себе. Шаг второй. Найти источник предательства и понять причины его поведения. Когда вы попытаетесь простить друга, подругу за предательство, может быть полезно узнать, что стало причиной такого поведения. Это не означает, что вы должны оправдывать действия друга, подруги, но может помочь вам лучше понять ситуацию, почему это произошло. Начните с общения с другом, подругой, задайте ему открытые вопросы. Почему он поступил таким образом? Что было для него наиболее важным в этой ситуации? Какие были его мысли и чувства? Помните, что у каждого человека есть своя точка зрения, а ваш друг, подруга мог решиться на предательство из-за каких-то личных обстоятельств или проблем. Возможно, он испытывал стресс или эмоциональную боль. Понимание причин поведения вашего друга, подруги может помочь вам более глубоко понять его точку зрения и перспективу. Это может также помочь начать процесс прощения. Однако не забывайте, что это не оправдание действий вашего друга, подруги. Прощение не означает, что вы принимаете их поведение, но оно может помочь вам начать процесс идти дальше. Шаг 3. Открыться для диалога и выразить свои чувства. После того, как вы позволили себе принять происходящее и дали себе время для успокоения, настало время открыться для диалога. Сделайте это только тогда, когда вы почувствуете готовность к этому. Выразите свои чувства другу, подруге. Расскажите ему, ей, как вы себя чувствуете и что вызывает эти чувства. Попробуйте не обвинять друг друга, друга, подругу в предательстве. Скорее сообщить о том, что его и ее поступок для вас означает. Это поможет начать разговор без напряжения, конфликтов. Можно ли простить предательство друга? Постарайтесь услышать точку зрения друга, подруги. Возможно, он, она также испытывает стресс или затруднение и может объяснить свой поступок. Но это не оправдание предательства. Просто важно понимать мотивы друга. Обсудите то, как вы хотели бы двигаться дальше после случившегося. Может быть, вам потребуется некоторое время, чтобы вернуться к прежнему уровню близости или отношений. Старайтесь быть открытыми и честными друг с другом, чтобы вместе преодолеть сложности. Шаг четвертый. Принять решение о дальнейшем отношении с другом, подругой и продолжить движение вперед. После процесса прощения, предательства друга, подруге необходимо принять решение о том, что делать дальше. Это может быть сложное решение, особенно если вы чувствуете сильную боль и обиду. Однако для того, чтобы продолжить движение вперед, нужно понимать, что иногда лучше отпустить то, что уже не работает. Если вы все еще хотите сохранить дружбу с предателем, предательницей, то вам нужно обсудить с ним, с ней ваши будущие отношения. Найдите время и место для серьезного разговора. Объясните свою точку зрения по поводу произошедшего. Посмотрите на это, как на возможность укрепления вашей связи. Однако, если вы понимаете, что эти отношения больше не имеют будущего и стали для вас токсичными из-за предательства друга, подруги, то, может быть, лучше закрыть эту голову в своей жизни и двигаться дальше. Это может быть трудным решением, но иногда это единственный способ продолжить свой путь к лучшему. Не забывайте также о самостоятельной работе над собой, своими эмоциями. Процесс прощения может занять время, но это важный шаг к здоровым отношениям с самим собой и другими людьми. В конечном итоге вы должны решить, что лучше для вас и вашего будущего благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok